Мы обязательно должны, мне кажется, взять все хорошее с каждого представленного проекта. Открытый городской конкурс на лучший проект благоустройства детского парка завершился в Артеме. Всего было представлено 6 работ. Каждая заслуживает внимания. В центре окружности будет размещен фонтан. Так, вместо фонтана предполагаются использованные клумбы с разными уровнями. Здесь по периметру тоже дорожка для именно катания на роликах, самокатах, велосипедах. Проект включает в себя благоустройство части набережной, ее ограждение, установку малых архитектурных форм. Первым этапом строительства мы видим это реконструкцию парка, первая часть и создание зоны отдыха, аллей, фонтана. Символом нашего парка является клумба, где находится статуя мальчика, девочка, которая держится за руку. Проекты представляли депутат Семен Сесекин, общественный деятель Инесса Налетова, предприниматель Александр Точилин, сотрудник городской администрации Елена Блинковская и другие. Наибольший интерес у конкурсной комиссии и у главы города Вячеслава Квона вызвал эскиз третьеклассницы школы номер 6 Елизаветы Олещининой. Ты говорила о статуе мальчика и девочки, которые за руку держат. Да, то есть вот такие концептуальные вещи, мы обязательно должны что-то из этого взять. Ты молодец, ты сама это делала или тебе кто-то помогал? Мне мама сказала, что есть вот такой вот конкурс, и я сказала, ну давай попробуем. Она такая молодчинка, она сама это все придумала, и девочке всего 10 лет, да, третий класс. Вот, и она уже так вот мыслит, так думает, может перед нами выступал будущий архитектор города. Валентина Юрищева, как и другие члены комиссии, отметила все представленные проекты. Любой проект реализуй и будет здорово. Видения будущего парка у авторов во многом совпадают. Фонтан, дорожки, клумбы, игровые зоны, концертная площадка, обустройство набережной и русло реки Озерные Ключи. Но тем не менее, у каждого проекта есть свои особенности. Елена Бринковская предложила создать дендропарк с особо ценными породами растений дальневосточной тайги. В этом и есть суть идей паркового благоустройства. Часть идей – это все-таки опыт парков России, таких как парк имени Терешковой, парк Казани, Сочи. Так получилось, что именно проект Елены Бринковской комиссия посчитала лучшим среди представленных, а глава города ей, как победителю, выручил специальный диплом. То, что проект победил, это, безусловно, очень приятно, но сама цель была все-таки высказать свои идеи. Теперь дело осталось за малым – начать реализацию проекта, то есть благоустройство, а по сути заново создать детский парк в Артеме. Финансирование этого проекта будет производиться по программе «Комфортная городская среда». Мы должны в следующем году, в 2021 году начать и закончить этот объект. Могу сказать, что эта территория достаточно большая, и, может быть, это будут очереди. Но то, что мы начнем в 2021 году, у меня сомнений нет, потому что это федеральная программа, и деньги, которые по федеральной программе, они выделяются, и они будут на эту программу выделены точно. Еще глава города добавил, что при строительстве парка обязательно будут учитываться композиционные элементы, представленные в других эскизах. А это значит, что в Артеме появился самый настоящий народный проект. Александр Наточев, Дмитрий Снегирев, Светлана Нурик. Городские новости.